Мечел. Российский металлург, входящий в пятерку крупнейших производителей стали в стране. Компания также занимает четвертое место в России по выпуску металлургического угля. Бизнес Мечела подразделяется на два сегмента. Первый – добыча и производство угля, железной руды и кокса. Компания владеет месторождением железной руды, десятью угольными месторождениями, двумя коксохимическими заводами и двумя портами. Треть продукции сегмента продается собственным металлургическим комбинатом для переработки в сталь. Остальное Мечел реализует внутри страны или экспортирует в Китай и другие страны Азии. Второй сегмент бизнеса – металлургия. У компании 9 комбинатов, которые в год производят 3,5 миллиона тонн стали, 80% которой Мечел продает в России, а остальное экспортирует. Основали группу Мечел Игорь Зюзин и Владимир Иорих. В 1995 году они торговали углем, а затем скупали угольные и металлургические активы, которые в 2003-м и объединили в группу. В кризис 2008-го цены на уголь и сталь упали, и у Мечела начались проблемы с обслуживанием долга. Компания регулярно нарушает условия кредитных договоров, однако ей всегда удавалось договориться о переносе сроков погашения. В 2010-х годах компания избавлялась от иностранных активов по стрессовым ценам. Доли в иностранных заводах и месторождениях, за которые Мечел отдал 3,5 миллиарда долларов, ушли лишь за 550 миллионов. У Мечела есть конкурентные преимущества. Во-первых, собственная сырьевая база. Мечел на 100% обеспечен углем и на 40% железной рудой. Во-вторых, издержки компании ниже, чем у половины металлургов в мире. В-третьих, близость к рынкам сбыта. Главные заводы Мечела на Урале. Оттуда продукцию просто доставить и в СНГ, и в Китай. Но и рисков у Мечела предостаточно. Первый – большой долг. Даже если направлять всю чистую прибыль на погашение долга, то на это уйдет более 10 лет. Второй риск – следствие первого. В последние 10 лет Мечел инвестировал в производство в 5 раз меньше, чем конкуренты. Третий риск – общий для металлургов. Регулирование. В 2022 году Европа запретила импорт стали и угля из России. А Минпромторг ограничил цены на внутреннем рынке и ввел повышенный налог на выплавку стали. Поэтому динамика акций будет зависеть от того, насколько высокими будут цены на стали и уголь, и сможет ли компания перераспределить экспортные поставки.